Полумбус И его оппонент, представляющий из села Бабугент, Кабардино-Балканская республика, по прозвищу охотник за головами, Бибер Тумина! 66,2 килограмма Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Они могут смотреть друг другу в глаза бесконечно! Лэнс Палмер и Бибер Туменов! Главное событие вечера завтрашнего турнира, мои господа! Ваши аплодисменты бойцам! Дамы и господа, большое спасибо, что были с нами! Ждем с нетерпением вас завтра! Баскетхолл Краснодар 16.30! Те, кто не смогут прийти, смотрите нас на телеканале Матч ТВ и на трансляторе... Друзья, в этой небольшой паузе хотим напомнить, что ставки на спорт лучше всего делать у наших партнеров из Бэтсити! У Бэтсити высокие коэффициенты, большой выбор спортивных событий и лучший бонус для новых игроков! Переходите по ссылке в закрепленном комментарии, регистрируйтесь и забирайте до 100 тысяч рублей! Помимо крутого бонуса, в мобильном приложении Бэтсити вас ждут тысячи спортивных трансляций! Все бегом в закрепленный комментарий! Асланбек, сейчас Биберт вышел на взвешивание в такой маске, это сюрпризом было для тебя и вообще для всех? Биберт уже приучил нас к тому, что он каждый раз какие-то новые перформансы преподносит И у него образ охотника за головами, поэтому это не было для нас сюрпризом Он довольно креативно подходит к вопросу продвижения боев Он знает как это работает, он знает как воздействовать на зрителя, он знает как стать раздражителем для болельщиков Быть плохим парнем где надо, где надо быть хорошим И самое главное, что он не зависит от мнения людей, он точно знает что он делает и для чего он это делает Поэтому я не удивлен, я даже ждал более агрессивного Биберта Но напротив него стоял не Коди Гарбранд, а Лэнс Палмер Парень такой более правильный, более тихий и так далее Но мне казалось, что вот то, что Лэнс не сделал вес, это может стать определенным таким моментом Определенной зацепкой, на что Биберт мог бы надавить и попытаться вывести соперника из равновесия Ну что есть, то есть, бой ожидается серьезный, многие списывают Палмера, я удивляюсь этому Потому что парень, который побеждал серьезных борцов, который боролся на серьезном уровне Уже 20 с чем-то лет борется, в принципе, потом перешел в ММА, два раза выиграл пояс чемпиона ПФЛ Победителя, гран-при ПФЛ И то, что у него в последних четырех боях три поражения, это не должно вводить в заблуждение людей Потому что он дрался с ребятами, с Мавлидином Хайбулаевым, с Крисом Вейдом С ребятами, которые, знаешь, и габаритнее, и следуют плану А Биберт, он все-таки более безбашенный, он более открытый, более прямолинейный Соответственно, да, есть мощь, да, есть опасность Но это, в свою очередь, позволяет как раз таки Лэнсу рассчитывать на какие-то бреши в обороне соперника Поэтому, я думаю, бой будет веселым Я вижу два расклада Или прямо в начале Биберт идет на спорт, а его мощь очень тяжело сдержать И финиширует соперника Но, если у него это не получается сделать И если все-таки Лэнсу удастся затянуть Биберта в глубокие воды Тогда это может быть тяжелый вечер для Биберта Несомненно, Туменов фаворит Но бой ожидается серьезный, бой ожидается интригующий И, я считаю, не такой простой, как все думают Создалось такое впечатление, что Коди Гарбард, на самом деле, раскручивает этот бой Бой больше даже, чем Лэнс Палмер Как вот ты считаешь, несмотря на то, что Коди пока в UFC Реально ли в будущем подписать его? Ну, дело же не в раскрутке даже, дело в характерах бойцов Понимаешь? Когда приезжает Коди Он парень такой с характером Он такой бэтбой У него есть узнаваемость И Биберт видит именно эту связь И попытался этим воспользоваться Не то, чтобы там в плане продвижения А просто там, да, я и до тебя доберусь туда-сюда Потому что это, в принципе, было логично Когда два таких плохих парня встречаются И пусть один только в углу будет Но вот эта фраза Биберт, видимо, клоун И значит, это Хэллоуин Понятно, что у американцев менталитет другой Они не вкладывают в это ничего критического такого Ну, а для Биберта, понимаешь И то, что на подкасте Биберт об этом узнал Он до этого не знал, видимо, публикации не смотрел в социальной сети И когда он узнал, что Коди назвал его клоуном Он буквально в лице изменился И, естественно, это как ситуация Джонсон Вахаев Люди говорят там, типа, это треш-ток Это раскрутка Вы там показываете себя негостеприимным Ребята, о каком гостеприимстве вы говорите в этом спорте? Где люди хотят друг другу голову оторвать И где сам Коди не прочь порезвиться Это просто было хорошее времяпрепровождение Там не было ничего злого Просто ребята понимают, что один с характером, другой с характером И столкновение характера произошло И пусть не им драться друг с другом Но эта фраза В пятницу Коди в субботу Лэнс со стороны Виберта Я буду готов подраться с одним Подраться с другим Это тоже был хороший маркетинг Маркетинговый ход Понятно, что этого боя не будет Понятно, что Коди на контракте А по поводу того, реально ли его подписать Ну, я не знаю, насколько он серьезен был В своем ответе Но он сказал, я отпрошусь на один бой у Дэйны И хочу, короче, наказать вашего пацана В принципе, я думаю, это было бы интересно Я думаю, к этому не стоит относиться слишком серьезно Тем, кто, знаешь, прямолинейно это все воспринимает Это все игра Но в то же время Это не было частью раскрутки Или частью плана Это то, что произошло, скажем так Ну, довольно-таки естественно И многие говорят, там, Асламбек подмигнул И сказал, типа, давайте На самом деле я махной подмигивал Даже вот так жестом показывал Чтобы он меня не перебил Я просто хотел продолжить вопрос А в этот момент я просто поворачиваюсь И смотрю, Биберт идет И сюда поворачиваюсь уже Коди там То есть, если вы видели, я сзади у него оказался То есть, я попытался его, скажем так, удержать Крепкий парень Коди Очень крепкий парень, физически крепкий И видно, как бы, абсолютно не на секунду Он, скажем так, не назад Ничего не был растерян И сама, знаешь, реакция Ленсер мне понравилась Он такой сидит, знаешь, за этим наблюдаю Ну да, ну да, давайте Давайте Продолжайте меня недооценивать И не замечать, знаешь Поэтому это нормальная часть игры Понятно, что Коди там отпроситься никуда не сможет И из UFC пока контракт действует Но там удочку никакую еще не закидывали Я общался с менеджером Я ему сказал об этом Я думаю, в рамках действующего контракта нет Но он может уйти из UFC Как это делали другие ребята Вейдер, Фил Дэвис, Мачидо, Мусаси Многие уходили в статусах экс-чемпионов И в статусах тех, кто не на полном ходу Или те, кто прошли свои пики и так далее Поэтому я думаю, если Коди надумает И я вижу, поверьте мне, гостеприимство ему оказано максимально хорошее И он это чувствует И они раньше прилетели, их встретили И здесь они чувствуют себя максимально хорошо И плюс здесь есть их друзья, наши земляки, которые с ними в Америке общались, были знакомы с тех пор И они их встречают, то есть они максимально себя хорошо чувствуют Что им нужно, что они хотят, то для них делается Максимально комфортные условия И им очень здесь нравится И это прям видно, то есть они не чувствуют себя чужими Они не чувствуют по отношению к себе Каких-то негативных эмоций Наоборот, Коди говорит, такое внимание к моей персоне Я, говорит, польщен Проходу нет нигде, все хотят с ним сфоткаться Я думаю, это такой, знаешь, позитивный шаг Тем более, в такое трудное время политическое Некое такое сближение происходит На душе тепло становится Понятно, что бойцы, известный Коди, не самые высокооплачиваемые Но если вы просто предположите Сколько Коди запросит, допустим, за будущий контракт Будет ли он в топ-5 самых высокооплачиваемых бойцов? Я думаю, он был бы в топ-5 Но, опять же, мы должны понимать В каком он положении Победная серия Проигрыши То, что он получал UFC Но мы не обязаны давать то, что он получал UFC И он, наверное, должен понимать Что за пределами UFC автоматически Ему не будет гарантирован гонорар Выше, чем в самом UFC Поэтому, я думаю, мы бы общались бы Ну, понятно, что это Был бы хороший гонорар Я думаю, выше, чем у Палмера Ну, сказать, какое конкретно Ну, я не знаю Ну, не меньше 100 тысяч долларов, я думаю В любом случае Асланбек Вадаев Морбек Сломбекович Если будет возможность Я готов с Александром Шлеменко 84 килограмма Один бой подпишите Сейчас, в данный момент Кромче боя Шлеменко-Резников не будет Вот, в российской ММА Потому что Есть предыстория Я поднимаюсь на две весы категории И тем более, я с ним спарринговался Я знаю, как с ним работать Я уверен в своих силах Понятно, что сейчас В канун турнира дел много Но вопрос Удалось ли отследить То, что сейчас происходит Между Александром Шлеменко И Артемом Резниковым Да, я видел Обложку То, что закинул Вестник у себя Вестников Миша Вестников И видел Обращение Артема К Майорбеку Ко мне Типа, сделайте мне бой со Шлеменко Я мельком посмотрел Интервью Шлеменко Где он говорил про Артема Что он балабол Ну, если честно Я не знаю Как на это реагировать Я выбираю такую позицию В подобных случаях Чтобы не лезть Туда Где две стороны общаются Потому что Я не знаю деталей Я не знаю Что происходит между ними Я не знаю, что было Но в любом случае Поединок Резников Шлеменко Это реальная история Почему нет? Шлеменко не такой крупный Я думаю Он природный полусредний вес Артем большой легковес Хоть и габаритами Он ростом маленький Но он большой Довольно-таки крупный Поэтому я думаю Это был бы нормальный бой Тем более Сейчас И сам Артем Этого мне кажется Не скрывает Что пик наверное Александр прошел И на пике понятно Что Александр был Сверх опасен Не то чтобы он сейчас не опасен Но все равно Лучшие его дни По ощущениям позади Поэтому это был бы Хороший бой В первую очередь С медийной точки зрения Но С другой стороны Слишком много Пазлов должно сойтись Должно сойтись Чтобы этот бой состоялся Во-первых У Резникова бой с Баговым назначен Хоть его официально не объявили Мы работаем В принципе уже доработали его Во-вторых Захочет ли Шлеменко Пройти в ОСЕ А если захочет На один бой А если на один бой Захочет ли руководство его На один бой Брать они на контракт Там много моментов Но Если бойцы завтра говорят Что я хочу И я хочу Мы Готовы Обсудить Готовы Попытаться Найти выход из этой ситуации И мы делаем те бои Которые зрители хотят увидеть А я не сомневаюсь А я не сомневаюсь Что этот бой Зрители бы посмотрели Почему руководство Может не захотеть на один бой Потому что это Такая разовая история Именно в случае Шлеменко Один бой Очень громкий Ну видишь С другой стороны Есть философия Лиги Мы подписываем только Долгосрочные контракты А не так что на один бой Пришел Но в редких случаях За редким исключением В принципе можно и на один бой Подписать Я думаю Это как раз тот случай Когда можно было бы Но я повторюсь Что это в теории А так на практике Конечно Организовать этот бой Было бы тяжело И самый главный фактор Это фактор гонорара Я уверен Что Шлеменко загнет сумму Я уверен Что и Артем захочет выйти Из своего стандартного контракта Раз он проводит Такой нестандартный поединок Поэтому Там слишком много моментов И самое главное Зачем нам нужно было бы Понятно что зачем Ну за какие деньги За такие За такие Насколько это целесообразно Какую сумму готовы Вот максимум Для Шлеменко Я бы с Майрбеком Обсудил бы И с Алексеем этот вопрос Сейчас пока не готов Об этом говорить Я думаю Они были бы опять же В числе самых Высокоплачиваемых бойцов Ну Резников С Резниковым тоже готовы Разговаривать По повышению суммы От стандартного гонорара То есть В случае если этот бой будет Ты спрашиваешь или утверждаешь Ну Спрашиваю конечно Не было никакого диалога Просто с Артемом В будущем я имею ввиду Ну Я думаю он имел бы Право на это Но другое дело Как бы мы этот вопрос Рассмотрели бы У нас уже были Скажем так Такие моменты с Артемом Когда он Победив Юс Фараисова Захотел выйти Стандартного контракта Но это было с его стороны Правильно С его стороны С нашей стороны Это было неправильно Потому что у нас Действующий контракт Но в данном случае Мы-то в принципе уже научены У нас есть опыт Я думаю мы бы пришли к компромиссу Ушов Халчурчаева Снова сорвался бой Для тебя это Каким-то сюрпризом стало Ты удивлен Я ничему не удивляюсь Но мои мысли сейчас В целом Заняты предстоящим турниром Честно у меня не получается Отслеживать Удивляться Восхищаться Радоваться Огорчаться На другие какие-то забыти Я краешком уха Краешком глаза Где-то что-то вижу Но клянусь Мне просто некогда Просто некогда Поэтому У меня есть свой Ютуб канал У меня своя программа На телевидении На нашем местном У меня Самая главная работа В лиге И эта работа не прекращается У меня общение с бойцами У меня постоянно Какие-то обсуждения Контрактных условий Тех, кто пытается Прийти к нам Те, кто пытается Продлить Те, кто хочет уйти И удержать Слишком много работы Поэтому Удивляться Или не удивляться По МММ Много удивительных вещей Происходит Я думаю Ты знаешь Что там была Пресс-конференция В торговом центре И Шовкал там Подрался с хейтером Как считаешь За такие вот Моменты Должны следовать Наказание То есть в виде Уголовного Зарубиться Они всегда готовы Подраться Но мне кажется Как раз таки Это наверное задача Организации Останавливать их У нас тоже было много случаев Когда бойцы были готовы Снести друг другу головы Но нужно их останавливать А то что произошло уже Это в рамках Пресс-конференции Произошло Я не знаю Как это по закону Трактуется Ты знаешь Я просто честно не знаю Не знаю Ну там бой отменили Но я имею в виду Сам факт Что он ударил человека То есть в публичном месте Я имею в виду Ну они же часто Друг друга бьют Там У них же часто бывают Эти перепалки И не только с бойцами Со зрителями С хейтерами Я не знаю Мне тяжело оценивать эту ситуацию Я скажу так Я не уполномочен Оценивать эту ситуацию Я могу много сейчас Знаю стоять И говорить там Насколько Шоухол неправ Или насколько Шоухол прав Если я скажу Что он неправ Там кто-то из земляков обидится Если я скажу Что он прав Там мне скажут А ты опять своего земляка тянешь Или что-то Я просто не могу отвечать За других людей И есть моменты Когда какую-то реакцию Не стоит высказывать Тоже самое Ситуация со Шлеменко И Резниковым Как я могу Своё мнение формировать Когда я не знаю До конца что там было И я не знаю Что между ними происходит Я не хочу занимать Чью-то сторону То же самое и здесь Я не хочу быть категоричным Много можно рассуждать Над тем что хорошо Что плохо Но мне кажется В такой ситуации Лучше отойти в сторону И дать произойти тому Что должно произойти И если Правоохранительные органы Считают Что он нарушил закон Тогда они будут уже Решать этот вопрос с ним Если организация считает Что это было неправильно Что он сорвал очередной бой Они тогда будут Какие-то санкции применять Или если он считает Что Или этот болельщик считает Что его не защитили Организация его не защитила На таком официальном событии Тогда он тоже может Что-то пробовать Там много вариантов Последний вопрос У меня не углубляясь В эту новость Там случилось В Махачкале Перестрелка с участием Вагаба Вагабова Вот интересно Если бы он был бойцом лиги Какие бы меры предприняла лига Какие санкции Может быть были Смотри Мы не можем быть Постоянно рядом с бойцами Мы не можем проживать Их жизнь с ними И мы не можем Советовать им как жить Они наши бойцы Ровно тогда Когда они находятся На нашем турнире Да Вот в этот момент Мы скажем так Ответственны за них Вот эти несколько дней Перед турниром А в остальное время У них своя жизнь Всякое случается Бывают разборки Кто-то скажем так Эмоциональный Кто-то шумоголовый Кто-то более простой Кто-то избегает Таких ситуаций Кто-то наоборот Не прочь где-то Скажем так Зарубиться И так далее Поэтому Что было бы Если бы Я не знаю Если бы он не готовился К бою Но при этом Был бы в нашей организации Мы бы были бессильны Мы бы не влияли на него И мы бы не имели К нему никакого отношения Эта жизнь Вагаба Ему наверное виднее Что там происходит у него Но скажу другое Неприятно это все видеть Неприятно это слышать Потому что Хочется позитива Вагаб хороший парень У нас с ним Хорошие дружеские отношения В любом случае Я ему плохого не желаю Надеюсь что Эта ситуация И любые другие ситуации Недавно там еще была ситуация Что они кому-то помогли Там кого ножом пырнули Вроде закидывали Я надеюсь что Вагаб Будет Держаться дальше Скажем так От тех моментов Ситуации Где может произойти подобное Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!